МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для зрителей в Рязанской области сейчас программа Вести Рязань в студии Марии Шевченко. Здравствуйте. Мы начинаем. В этот день, 22 июня, 76 лет назад Германия напала на Советский Союз. Началась героическая оборона Брестской крепости. На площадке перед областной филармонией и в самом зале звучали песни военных лет и стихи, посвященные Великой Отечественной. Главные гости здесь, конечно же, те, кто видел своими глазами войну, которую называют самой кровопролитной в истории человечества. Главным событием сегодня стал концерт народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Кобзон! Небо над Рязанью, как над всей Россией, но не обижайтесь, чуточку свиней. Мы хотим обратиться к вам. Сегодня памятный день. Сегодня годовщина. Когда наша великая страна, которую мы героически защитили от фашистов, мы помним о том, что 22 июня, я это как дитя войны помню, началось сражение. Несмотря на трудности, которые он переживал, все-таки сломал хребет фашистскому зверю. Я хочу вместе с вами еще раз поклониться всем живущим ветеранам Великой Отечественной войны. На мете нашей сегодня вечером все не живы. Все не живы. Все не живы. Все не живы. Эти лучи с голубом напоминают мои. 22 июня в День памяти и скорби на сцене концертного зала Рязанской областной филармонии выступил народный артист Иосиф Кобзон. В исполнении известного певца для зрителей прозвучали песни военных лет, а также другие произведения из репертуара артиста. Не жалей, не забо, не плачу, Все пройдет, как зеленых яблонь дым. Исполнение патриотических военных песен давно стало визитной карточкой артиста. Строгая торжественность сильного голоса в сочетании с проникновенностью трогает до глубины души. Страшная война далеко в прошлом, но еще жива память о тех, кто с оружием в руках отстоял свободу. И сегодня в День памяти и скорби в каждой российской семье вспомнят своих героев, подаривших мирное небо над головой. Мы оттуда, где мчались по улицам Энкли, где курилась одна на двоих папиросах, где махала нам синим платочком шуршенка, где носили красавицы длинные косы. Видеть выступление артиста смогли ветераны войны и труда, труженики тыла, представители власти и общественность. Вместе с рязанцами посетили концерт глава Рязанской области Николай Любимов вместе с супругой, председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин, члена правительства, а также настоятельница Вышинского женского монастыря Игумения Вера. Дорогие друзья, этот вечер особенный для всех рязанцев. Вы много лет приезжаете в Рязань, но этот год он особенный и для вас, и для Рязанской области. В этом году Рязанской области исполняется 80 лет. Позвольте Рязанской области тоже вас отблагодарить, вручив награду, скромную, но очень значимую для нас награду, юбилейную медаль «80 лет Рязанской области». Спасибо за высокую оценку нашего творчества. Спасибо огромное. Я люблю тебя в жизни, что само по себе и не новое. Я люблю тебя в жизни, я люблю тебя снова и снова. Большой зал Рязанской филармонии не смог вместить всех желающих посмотреть вживую концерт легендарного Иосифа Кобзона. Именно для этой цели сотрудники филармонии поставили перед зданием проектора, где все желающие, в том числе проходящие мимо горожане, смогут послушать знаменитого артиста. А после его выступления Иосиф Давыдович пообщается с ветеранами Рязанской области. Артист пел два часа и исполнил порядка 30 песен, в том числе на стихи Сергея Есенина. Ох, какая песня, родом и слезами, вся ее Россия знает наизусть. Любимая, меня вы не любили, не знали ли, что в сонми щели в скол? Я был, как лошадь, загнанная пылью, пришпаренная смелым ездоком. Финальным аккордом выступления стала песня «День Победы», которую зал встретил стоя под бурные аплодисменты. День Победы! День Победы! День Победы! Ольга Андреева, Татьяна Чикина, Александр Боредихин, Валерий Чикин. Вести Рязань. Спасибо!